Приветствую вас, и для начала нужно выяснить у врачей, у специалистов, насколько возможно осознание вашей сестрой того, что с ней произошло. Если она способна понять, по мнению врачей, то тогда можно рассказать мягко, доброжелательно, спокойно, но лаконично и без лишних предисловий. Желательно подкрепить данные, подкрепить ваши слова, документы, чтобы она не думала, что вы как-то обманываете ее. Если же врач скажет, что человек не способен осознавать такие вещи, не способен понять, то, соответственно, у вас будет документ, либо вам придется провести освидетельствование ее как частично или полностью недееспособной. И тогда, что бы она ни говорила, вы как опекун ее, а при недееспособности человека ему назначается опекун, вы как ее опекун, будете нести за нее ответственность. И этот документ автоматически делает все ее слова, касающиеся того, как вы с ней обращаетесь, недействительными, лживыми и как речи того человека, который не отдает себе отсчет в том, что он делает. На самом деле, в этой ситуации для вас единственный выход поступить именно так. То есть, сперва узнать перспективы и потом поступать соответствующим образом. Потому что, если человек способен осознать то, что с ним происходит, способен понять природу своей болезни, то несправедливо утаивать от него правду. несправедливо не говорить ему всего, что делает автоматически его картину мира искаженной и несоответствующей действительности. Так что, я желаю вам удачи в этом нелегком мероприятии и надеюсь, что результат будет максимально положительным. На этом все. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok